Доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости канала предлагаю вашему вниманию статью под названием трагикомедия лошадиного в кавычках отбора или подводные камни современной футбольной селекции статья написана в субботу 18 июля 2020 года и так начинаю общался с одним тренером и выяснил одну интересную вещь все знают что рядовые команды ничего не могут противопоставить местным академиям всем известно что родители стремятся отдать ребенка не в рядовую команду а именно в академию надеясь что путь к профессиональному футболу для их ребенка открыт а так как все родители атакуют академии то конкурсные требования там очень высоки в плане физики высокая конкуренция за место делает свое дело в академию попадают самое прыгучие самое выносливое самое быстрое самое высокие об интеллекте я не говорю о многих других вещах я не говорю абсолютно бесполезно я просто говорю о тех вещах на которые обращает внимание при отборе тренера если с первыми тремя требованиями то есть прыгучесть выносливость быстрота с этими требованиями в отборе ребят можно согласиться то насчет высоких согласиться очень трудно те кто считает высокий рост обязательным параметром современном футболе тут плохо понимает суть футбола если вообще понимает но не будем о грустном и так самое быстрое самое высокие самое выносливое самое прыгучее оказались в академии а дальше начинается избиение младенцев как говорят воспитанники академии будучи очень мощными в плане физических параметров уровень которых можно назвать лошадиными в доброжелательном тоне разумеется уже на две головы выше по физике тех ребят которые играют в обычных частных футбольных школах и клубах результат разницы в физике в антропометрии проявляется мгновенно те кто только что стал воспитанником академии участвует в коллективном избиении других команд где нет таких ростных ребят таких скоростных таких выносливых и так далее почему команды академии громят всех и вся до 16 лет а потом у них появляются проблемы проблемы появляются не только у детей но и у их родителей которые видят что их мечта начинает таять как мороженое в жаркий день родители их мечты это отдельная тема о которой сейчас говорить мы не будем так почему ребят появляются проблемы попробую объяснить когда у команды скажем возрасте 10 лет огромное преимущество в плане физики то тренер не особая дума не особо думая о ребятах а чаще всего о результатах игр по которым будут судить о его работе дает ребятам перед игрой традиционное для подавляющего большинства академических команд наставления бей беги что ребята и успешно реализует вы видели чтобы 10 лет или даже 12 лет из академии выходили из обороны через пас такое бывает но это чаще исключение нежели само правило а правило простое вынос мяча подальше от своих ворота на половине поля соперника за счет большой массы силы скорости академическая команда чаще выходит победителем в контактной борьбе и за счет этого создает намного больше голевых ситуаций у ворот соперника академические команды выигрывают у своих соперников с разницей в 3 5 и даже 10 мячей тренеры академических команд почивая на лаврах вечных победителей на лаврах законодателей мод в детском футболе особо не парятся в плане заботы о техническом арсенале своих подопечных другие команды тоже не сильно заморачивается на технике но понимая что их главный недостаток по сравнению с академиями это физика начинает делать акцент на физику что происходит дальше а дальше происходит то что является кошмарным сном для тренеров академии ребята из рядовых команд подрастая крепнут мужают увеличивают свою выносливость неизбежно неизбежно подбираясь к уровню физики академических команд а вывод печален для академии они начинают уже не громить а вырывать зубами победу затем появляется ничьи а потом его ужас проигрыши те кто видел себя уже в рядах барс и атлетика сити и других элит команд оказывается серыми посредственными игроками подавляющее большинство которых тихо и незаметно исчезает из рядов претендентов на игру в профессиональном футболе в рядах элит команд многие из выбывших вообще бросает футбол а другие довольствуются уровнем второй и первый лиг печально но это факт кто же виноват в таких разворотах судьбы ответ однозначен тренер только тренер и никого кроме тренера нет нет я ошибся это не тренер это система это современный взгляд на футбол современная футбольная философия которая карикатурно видит футбол и которая дает соответствующее образование тренерам а тренеры особенно думать не хотят чему их учили то они реализуют на практике а потом удивляются почему остаются у разбитого корыта ребята я обращаюсь сейчас к молодым тренерам до тех пор пока вы будете гонять своих воспитанников воспитанников по горизонтальным лестничкам пока будете заставлять их прыгать через барьер чеки пока будете их загонять в тренажерные залы напичканная ультра современными тренажерами для бодибилдинга пока будете разнообразить их физические нагрузки с помощью купания в бассейнах ничего вы не достигнете в футболе все должно быть заточено на технику для тех кто не услышал повторяя еще раз в футболе все должно быть заточено на технику все должно быть подчинено технике повторяю в очередной раз бриллиантовый постулат футбола физика набирается в процессе шлифовки техники один умник начал мне рассказывать о том что одноногость это следствие работы полушарий и начал умничать рассказывая как они работают почему же тогда боксеры не одноруки у них что полушария другие тот кто действительно не понимает что физика подчинена технике тот просто заблудший человек заблудший специалист тот же кто осознает убожество современного футбола и делает вид что все в порядке тот не заблудший а классический негодяй и я знаю таких бог им судья главная мысль этой статьи заключается в том что чем взрослее ребята из разных команд тем ближе они друг к другу физическом плане это разница которая была в детском возрасте к молодежному возрасту практически исчезает а на поверхность выползает позорный змей дилетантство да что там дилетантство это очень высокая оценка технического арсенала современной футбольной молодежи один парень мне задает вопрос обводящий удар внутренней частью стопы это как щекой бить по мячу или подъемом и этот вопрос мне задает не ребенок а юноша который уже должен молотить все три вида удара с обеих ног это ребята приговор современному футболу а те кто находится у руля национальных футболов как впрочем и всего мирового футбола я всем сердцем и всей своей душой глубоко ненавижу за то что они сознательно губят тысячи талантов давая дорогу только сверх одаренными не давая возможность кого-либо обучать технике футбола ведь им этим господам футбол как искусство не нужен им не нужен футбол как действо точнее им нужен футбол как действо как зрелище для толпы когда события на поле идеально воспринимается под бутылочку пива но рассвет никто не отменит как бы ни пыжились высокие футбольные начальники все равно несмотря ни на что футбол станет не просто искусством а величайшим из искусств и такие умники которые оправдывают одноногость и безударность современного футбола навсегда исчезнут с футбольного горизонта на смену им придут настоящие спецы которые будут умирать от смеха когда им будут рассказывать о горизонтальных лестничках о барьер чеках о частоте ног о квадратиках и прочей лабуде такие времена никто не отметит как нельзя отменить рассвет вернусь к теме чудес в этом мире не бывает если ты не знаешь азбуки то как будешь читать наши же современные футбольные спецы плюют на азбуку и заставляет футболистов заниматься скорочтением когда последние две трети азбуки не знают это ребята даже не смешно это трагикомедия современного футбола впрочем трагедия ли это просто футбол должен пройти естественный путь своего развития от технического убожества 19 и 20 столетия до технического совершенства 22 23 столетий и это все будет приобретение билета на стадион будет восприниматься как крупный выигрыш в лотерею как прием на работу в крупную фирму на высокооплачиваемую работу как впрочем вы понимаете меня тот тренер который пренебрегает техникой в угоду физической подготовки обворовывает сам себя сам себе ставит шлагбаум в продвижении по лестнице своего профессионализма такой тренер слеп и не перспективен а первичные физические задатки в детском возрасте испаряются как роса на солнце к молодежному возрасту а что остается ответ вы знаете не хуже меня у меня все пока если ролик вам понравился ставьте лайки буду признателен если поддержите канал финансового номер карточки есть под каждым видео подписывайтесь на канал впереди еще много интересного неожиданного и эксклюзивного